Здравствуйте, друзья! Я Кузнецов Дмитрий. Решил выйти в эфир, потому что, что называется, накипело. Хоть я и заявлял много раз, что я не психолог, я не собираюсь подтирать сопли, я не пытаюсь уговаривать людей разобраться со своими кредитными проблемами, и оставлю людей перед фактом, что можно сделать вот так, а можно оставить все, как было, и жить той жизнью, которая, скажем, приносит, как ни странно, вам меньше всего беспокойства. Сейчас обращаюсь к тем, кто сомневается, думает, вот банк все-таки, наверное, прав, или коллекторы правы, потому что они же манипулируют, там эксплуатируют какие-то нормы закона, постоянно говорят об этом, а вот Дмитрий утверждает, что в их словах нет ни капли правды. Я сейчас не буду перетягивать на себя одеяло, и не собираюсь доказывать, что я прав, а вот они не правы. Лично мне, для меня это очевидно, то есть это прописная истина. Здесь что-то доказывать, это неблагодарное дело, я всегда говорю одну простую вещь, включите голову, проанализируйте все, развестийте, все за и против, и потом, соответственно, принимайте решение. Никого не тащу с зажмурившимися глазами к себе под юридическую защиту, под опеку наших специалистов. Нет, ни в коем случае. Дело в том, что не каждый может психологически перебороть вот этот вот барьер, перешагнуть вот это вот препятствие преодолеть, а именно вырваться из состояния жертвы. Я сейчас не преувеличиваю, здесь все просто, однозначно и без вариантов. Кто не понимает, почему так, я вам объясню. Если вам тяжело сейчас, если вы отдаете последнее, рядом с вами живут люди, которые чувствуют себя комфортно, улыбаются, занимаются своими делами, ездят на автомобилях, дорогих, не очень дорогих, так или иначе, в путешествия какие-то, приобретают себе жилье, причем не в ипотеку. А поверьте, такие люди есть, их очень много. Их, конечно, не так много, как основной массы людей, потому что политика государства нашего такая, что из людей сделать стадо. Но понимаете, в чем дело? Калитка, она не заперта. Выйти из этого загона может любой, без каких-либо препятствий. Когда я это понял, я, если честно, я много раз говорил, у меня волосы дыбом стали, от того, как все просто. И сейчас я хочу, чтобы вы нажали на паузу и вслух либо отчетливо про себя произнесли, две фразы. Первая. Я жертва. И прислушивались к своим ощущениям. И после этого произнесите еще одну фразу. Я могу. И тоже прислушивайтесь к ощущениям. И вот в этом случае, если вы сделаете так, будучи максимально честным к себе, вы поймете, в чем разница. Вот такое простое, скажем, упражнение многим из вас может помочь. На самом деле, еще раз повторяю, я тут не пытаюсь из себя психолога такого, там, доморощенного строить. Напомню вам, да, все это я через себя протащил, на своей шкуре испытал. И тоже, как и вы, друзья мои, тресся перед этими банкирами. Для меня было непонятно. Но мне проще, да. Я посмотрел, я убедился, да, закон работает в мою сторону. И я взял это и начал эксплуатировать. Вот и все. То есть, еще раз посмотрите на нашем сайте видео. И проанализируйте все. И почаще, почаще вот это вот упражнение делайте. Еще раз. Я жертва, либо я могу. Да, кто-то услышит монологии из Достоевского, да. Но здесь не этот случай. Хотя, в принципе, в глобальном формате это подразумевается та история, когда какое-то маленькое количество людей диктует условия жизни в большей основной массе. Но поверьте, это и звучит так, избранные. Но никто их не выбирал и не назначал на этот пост. Они не вытащили какой-то лотерейный билет, позволяющий им быть в числе успешных людей. Нет. Они сами это сделали. Кто-то раньше, кто-то позже. То есть, поверьте, жить вне стада – это кайф. Это очень круто. Во всяком случае, по сравнению с теми ощущениями, которые испытываете вы, находясь в том стаде, да, которое ведут, если повезет, то просто постригут. Может, кого-то подоят. Не обязательно в кредитах. Где угодно. А кого-то прямо на мясо. Не разбираясь. Понимаете? Выйти из этого стада легко к калитку. Она не одна. Но я вам одну из самых широких показал. Потому что, действительно, политика государства нашего – держать народ в страхе. Самый естественный и действенный прием – загнать человека в долги. Вот и все. Но вы никому ничего не должны. Само же государство, оно, в принципе, справедливо поступает. То есть, дает возможность выбрать. Если вы делаете выбор, в сторону ничего не делания, и находиться вот в этом загоне, там и травка вроде зеленеет, пощипывать ее можно. Выщипали в другое место, у вас пастух перевел, там щиплите. Но, вы знаете, в любой момент времени вас могут либо постричь, либо подоить, либо вообще взять за рога. И уж извините за такие вот сравнения. Ну, так и есть. Не надо питать иллюзии, думать, что вы не такой. Я там вообще такой весь целеустремленный и так далее. И тому подобное. Но мне мешают кредиты. Я вот такой. А вот если бы не кредиты. Ребят, если вы такой целеустремленный человек, если вы такой активный, если вы такой жизнерадостный, но вам мешают кредиты, то вам еще легче. Позитивным людям всегда легче разобраться с этим. От того, что вы задумаетесь, от вас не убудет. Вы только по-настоящему задумаетесь. Правильно. Проанализируйте. Отбросьте страх. Понимаете, что я хочу до вас донести. При ощущении страха думать тяжело. Если вы боитесь чего-то, мысли путаются. Можно на 10 минут абстрагироваться от всех вот этих страшных ощущений и сказать себе, так, стоп. А почему, собственно? Почему так, а не как-то по-другому? А точнее, почему вот у этого человека по-другому, а меня вот так вот жизнь поворачивает всеми местами? Что я не так делаю? Запомните, виноватых нет. Берите, учитесь брать ответственность на себя. За все с вами происходящее. И как только вы научитесь делать это, именно брать ответственность на себя, вы обалдеете от того, что с вами происходить начнет. Как изменится сильно жизнь самым настоящим волшебным образом. И вот это волшебство в ваших руках. Никто вам не поможет, кроме вас самих. Еще раз посмотрите видео на нашем сайте. Проанализируйте все. Взвесьте все за и против. И хватит бояться. Хватит бояться. Что-то нужно делать. Просто думать, что вы никому ничего не должны. Мало. Нужно принимать меры. И вот тогда все будет хорошо. Поверьте, просыпаться утром с пониманием, что вы никому ничего не должны. Обалденный кайф. Вы, наверное, забыли, что просыпались с хорошим настроением. Многие из вас. Те, кто просыпается с хорошим настроением, вас это не касается. Естественно, друзья, это мои поздравления вам, что вы все-таки люди вот такие, с позиции, с такой жизненной. но очень много на нашем канале людей, которые действительно не понимают, которые действительно запутались и ходят по краю. Выход рядом. Ребят, возьмите и перестаньте бояться. Ненадолго. я жертва, я могу. Разница офигенная. Как только вы остановитесь на лозунге я могу, начинайте потихоньку действовать. И я могу превратиться постепенно, но очень быстро в я смог. Я смогла. Ну, что, с вами был Кузнецов Дмитрий. Извините за такой поучительный ролик, но меня просят. Меня просят постоянно расскажите, подскажите, как, что, почему вот кто-то может, кто-то не может. Я решил все-таки выкладывать регулярно что-то вот такое. Может быть, кому-то это действительно будет полезно, хотя бы одному человеку, будет это полезно. Я думаю, что это далеко не одному будет полезно многим. Значит, дело того стоит. Пожалуйста, ставьте лайк, пускай как можно больше людей узнает о нашем канале. Он полезен, здесь спорить не с чем. Делитесь в соцсетях, это тоже очень важно. Там внизу под роликом есть кнопочка поделиться. Нажимаете и выходит ленточка новостей. Там, где вы зарегистрированы, просто делитесь в соцсетях и все ваши друзья, подписчики будут о нас знать. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Аля». До свидания, всего вам хорошего, счастья, благополучия и финансовой свободы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова